Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришел следующий интересный вопрос. Откуда нам известны подробности евангельских событий, когда, например, Христос оставался один, и не было свидетелей, которые могли бы рассказать об этих событиях? Замечательный вопрос. Давайте поразмыслим над ним. В большинстве случаев, если Господь куда-то удалялся один, то говорит так и говорится. Господь удалился. И в некоторых случаях объясняется для чего. Чтобы помолиться. Каких-то подробностей молитвы в Евангелии не описывается, но, скорее всего, он молился своими словами или читал Псалтирь. Собственно, каждый правоверный иудей Псалтирь знал практически на зубок. Особенно всеми нами любимую 18-ю гафизму, то бишь 117-й Псалом, ибо именно этот Псалом читал каждый израильтянин, идя из своего дома в Иерусалимский храм на поклонение. На Пасху, на праздник Кущей. Это квинтэссенция вообще всей Псалтире и молитвенного предстояния человека пред Богом. Но на самом деле таких конкретных молитв нам Писание не оставило, раз только что гефсиманское моление, моление о чаши, когда Господь по человечеству своему просил, дабы чаша сия миновала его, но не моя будет воля, но твоя, Господи. Говорил он так Богу Отцу. А кто же был свидетелем этих молений? Апостолы спали вообще в этот момент, когда Господь говорил. Искушение в пустыне. Не дьявол же надиктовал апостолам, что он у Господа. Что он Господа спрашивал, что ему предлагал. Друзья мои, если бы все то, что говорил Господь саму ученикам и апостолам, подробно записывать, то, как пишет апостолам богослов, всему миру не вместить, пишем их книг. Все то, что говорил Господь саму ученикам в течение трех с половиной лет, это ж больше тысячи дней, это десятки тысяч часов, Господь не молчун, Господь учил учеников постоянно. И в Евангелие вошло только самое основное, такой концентрат, который действительно необходим для нашего с вами спасения, для того, чтобы исполнить волю Божию о нас, а воля Божия о нас, чтобы мы все спаслись и пришли к познанию истины. И чтение Писания как раз нас приводит и к познанию истины, и к спасению. И действительно не все описывается, что говорил Христос ученикам своим. Есть даже такие отдельные издания, научная такая литература, называется «Логии Христа», где собраны те слова Христа, которые не вошли в Священное Писание. Допустим, где вы найдете на страницах Евангелия фразу «блажение отдавать, нежели брать», которые приписываются апостолам Христу, но о котором мы не видим на страницах Евангелия. Тем не менее, они были сказаны, и не только эти слова. Дальше Господь пострадал, был распят, воскрес. Сколько дней Он находился с учениками? Сорок дней. Что Он им говорил? Он их тоже учил. Объяснял им все с ним происшедшее на основании законов, пророков. Открывал им ум для познания Писаний. А на 50-й день сошел на них Дух Святой, который наставил их на всякую истину. И все то, что не могли понять и принять ученики Христа, было им донесено до них. Ну, а дальше развитие Церкви Христовой. Помните, Мария Египетская знала все Писание на зубок, не читав его ни разу, даже больше. Апостолу Павлу вернемся опять в апостольский век. В те годы, которые он провел в Аравийской пустыне, Господь назидал его. Знаете, был такой эпизод? Не ученики Христовой его учили, а сам Христос его учил, уже воскресший. Уж самому-то участнику, с большой буквы, событий. Уж не знать лишь, что он говорил и как он молился. Потому многие евангельские моменты, описываемые учениками Христовыми, описываются апостолом Павлом, хоть он и не был видимым участником этих событий. Ни тайной вечери, которую пишет, ни явлению Христа более чем пятистам братьям на горе Галилейской, ни свидетелями его воскрешения. Но говорит он так, как будто был свидетелем и участником. Естественно, питаясь Духом Святым и общаясь со Христом напрямую, несложно быть авторитетным свидетелем всего того, что Господь тебе говорил, в том числе и о себе. Ну, вернемся к 12 апостолам. Евангелие от Марка вообще считается памятными записями апостола Петра. И просто попрошу вас обратить еще раз внимание на то, что Господь мог все им сказать в момент, в период от своего воскрешения до вознесения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!